Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, пользователи канала. Сегодня суббота, 3 июня 2023 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаю разговор о политике. Сегодня мне хотелось бы обратиться к будущему украинского конфликта, потому что среди экспертов и обозревателей царит разноголосится. Они утверждают, что будущее туманно. Я с ними совершенно не согласна. Я думаю, что по мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе через месяц мы все яснее и яснее представляем себе будущую траекторию этого конфликта. Именно об этом я хотела бы сейчас с вами поговорить. Но прежде всего в двух словах о том, что готовится на этом саммите, потому что, как я уже неоднократно объясняла, особенно на своем канале для оппонентов, на своем закрытом канале, саммит НАТО в Литве не будет историческим, поскольку, несмотря на то, что мозг НАТО мертв, как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, никогда не отрекался от своих слов. Несмотря на то, что президент Трамп сказал, что НАТО как организация морально устарела, они умудрились расшириться. И теперь в рамках этого союза 31 государство, включая Финляндию, в проекте также Швеция 32 союзница. Конечно, для организации мозг, который мертв, это грандиозно, потому что это не просто, я бы сказала, союзница. Это очень состоятельные клиенты, которые будут покупать американские вооружения, что привлекательно для американского ВПК. С этим их можно поздравить. Поэтому, безусловно, этот саммит в Литве будет большим торжеством, большим торжеством для НАТО, вечно зеленой, вечно расширяющейся организацией. Но не только. Конечно, ожидается, что будут очерченные рамки взаимодействия с Украиной, потому что, как вы знаете, президент Зеленский многократно, надо сказать, что практически всегда на всех международных площадках, требует включения Украины в НАТО. То есть он говорит о том, что Украине необходимо предоставить членство в этой организации. Украина должна стать союзницей НАТО, потому что Украина сражается за интересы этой организации, за интересы западных демократий, за расширение НАТО. С этой точки зрения он совершенно прав, потому что Украина сражается за интересы США, за интересы расширения империи Запада. И таким образом у многих украинцев создалось совершенно ложное впечатление о том, что эта цель достижима. Хотя, несмотря на все эти призывы и обмен мнениями, начиная с 2008 года, когда дверь в НАТО для Украины и Грузии открылась, она продолжает оставаться статично открытой, без каких-либо движений. Я хотела бы еще раз пояснить, я уже объясняла эту тематику своим подписчикам, абонентам на своем закрытом канале, потому что присоединение к Альянсу — это не просто юридический акт, потому что Альянс — это военно-политический союз. То есть необходимо удовлетворять минимум требований, в частности быть развиты демократии, в частности должна быть независимость правосудия, в частности должна быть экономическая ситуация, которая позволяет выделять часть бюджета, часть валового продукта — два процента на вооружение. То есть страна, которая находится хронически в состоянии должника, страна, которая испытывает колоссальные сложности с погашением долгов, с выплатой кредиторам, знаете, что только штрафы на кредит достигли в двадцатом году 160 миллионов долларов, то есть Украина уже тогда испытывала колоссальные сложности с выплатой кредиторам. И в настоящий момент, конечно, речи о том, что Украина может вступить в Альянс не идет, поскольку каждая организация ищет своего укрепления, а не ослабления. К тому же для того, чтобы вступить в Альянс, необходимо отказаться, вернее, необходимо уладить все территориальные споры. То есть страна, у которой есть территориальные споры с соседями, не может стать союзницей, не может вступить в Альянс. Конечно, вы скажете, а что же происходит в Турции, скажем, потому что у Турции есть территориальные споры. Как вы знаете, Кипр остается разделенным островом, но эта проблема возникла после вступления Турции в НАТО. То же самое можно сказать, скажем, и про Фалкленские острова, и про Великобританию, потому что этот конфликт разразился уже после того, как Великобритания вступила в НАТО. То есть это все было после, когда они вступали, никаких претензий не было, как говорится, ничто не предвещало. И вот видите, несмотря на это, случились эти драматические обстоятельства. То, что касается Украины, то в настоящий момент НАТО готовит предложение для создания специальных рамок для взаимодействия с Украиной, которые аналогичны тем рамкам, которые предоставлены Израилу. Это очень интересно, потому что вы знаете, что Израиль находится, к сожалению, в состоянии перманентного конфликта. То есть этот палестинский вопрос, так называемый, который на самом деле является Израил-Арабским или Арабо-Израильским конфликтом, но который был из-за коррупции языка, из-за коррупции, которая была внедрена, я бы сказала, внедрена политтехнологами СССР. То есть этот конфликт был переформатирован как Израил-Палестинский, но тем не менее это перманентный конфликт. То есть эта страна, которая находится в состоянии перманентного конфликта, она постоянно должна находиться в состоянии обороны своей государственности, и этот конфликт питается стопроцентно извне. То есть если бы этот конфликт не питался и подпитывался извне, мы давно забыли, что он вообще существовал. То есть аналогичную модель предложат Украине, то есть аналогичный диалог, который позволит, почему я сказала диалог, потому что отношения НАТО и Израиля это медитеранский диалог, и соответственно аналогичный диалог предложат и Украине, так утверждают дипломаты, который позволит помогать Украине вооружениями и так далее, точно так же как помогают ряд стран, в основном США, Израилю. И в этой ситуации с одной стороны поддержка этого конфликта продолжится, то есть поддержка режима президента Зеленского будет гарантирована. Но с другой стороны, страны НАТО не будут втянуты в военные действия, то есть они непосредственно не будут участниками этого конфликта. Вы, конечно, знаете, что это большое лицемерие, что на самом деле они косвенно участвуют в этом конфликте, а можно даже и не косвенно, потому что ряд экспертов утверждает, что в настоящий момент на Украине есть и наемники, есть и инструкторы, которые работают там, на этой территории, но официально их нет. Официально, как сказал генерал Милли, США просто помогают вооружениями, просто помогают инструкторами, которые тренируют, объясняют, которые проясняют и наводят. Они также снабжают ВСУ информацией со спутников и так далее. Но, подводя итоги, он сказал, в целом и в общем США не является стороной этого конфликта. Дорогие друзья, это то, что я вам хотела сказать. Итак, это перманентный конфликт, и эта перманентность объясняется в частности и позиции российского олигархата. Мы о нем поговорим отдельно. В отдельном поговорим о преданном солдате российского олигархата Эльвире Набиулле, которая продолжает экспортировать российское золото в Лондон, на этот раз, похоже, через Казахстан. Мы уже начали о ней говорить, мы продолжим. Я надеюсь, что этот материал был вам не бесполезен. Если да, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и не забывайте писать слова благодарности блогеру. Я веду этот блог не для себя, а для вас. Я это все уже знаю. И, конечно, отдельные слова благодарности всем тем, кто участвует в нашей дискуссии. И, пожалуйста, не забывайте писать, откуда вы. Это поможет нам понять ваши мысли. И отдельное грандиозное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу на развитие. Спасибо вам большое за ваш элегантный жест. И на связи!